Вы знаете, я был свидетелем того, как Мишель Платини открывал этот счастливый конверт, где было написано Poland, Ukraine. И с того момента я слежу за подготовкой к Евро и, собственно говоря, уже за своим чемпионатом. Тогда был страх, потому что в тот момент, 5 лет назад, был страх. Мне казалось, что мы не оправдаем то доверие. Но постепенно, постепенно, знаете, много политики, все-таки футбол это бизнес, а бизнес это политика. Можно говорить по-разному. И с того времени, вот Украина, собственно говоря, Киев, я больше следил за Киевом, за киевским стадионам, за инфраструктурой города, что развивалось, что строилось. Вот через год после объявления участников пошел сдвиг, причем очень позитивный. Сейчас же, если говорить, мы подготовились, ну я считаю, на 101%, больше, чем на 100%. Я имею в виду Киев. С точки зрения обывателя, обычного человека, который каждый день стыкается с какими-то проблемами, да, в первую очередь это транспорт, доставка людей от фан-зон, от гостиниц, удобные развязки, в первую очередь. Второе, это сфера обслуживания. Надо делать то, чтобы людям было комфортно, даже сходить по... Пошли работать волонтерами. Вот просто вот за бесплатно. Вот пришли и сказали, мы хотим помогать людям. Мы знаем английский, мы знаем город, мы знаем, как помочь. Мы знаем, да, ну, не деньгами, конечно, советом, просто советом. Когда тебе обращаются, ты знаешь, что ответит человеку. Вот это основное, мне кажется. Транспорт, инфраструктура и такой, как бы, человеческий фактор. В первую очередь, евро это промо Украины, как государство, как нации и как страны, в первую очередь. Ты знаешь, мы показали себя позитивно и показали себя позитивно у себя же дома. Потому что к нам приехали и на нас посмотрели. Если говорили, что, да, там, у вас политическая ситуация там плохая, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Ну, я не считаю, что нужно связывать футбол и политик в данном случае. Да, это есть, но в данном случае не надо связывать. Мне кажется, евро это не политическое, не политические соревнования, что-то. Украинцы это единая нация. И этот чемпионат доказал. Этот чемпионат доказал, чемпионат Европы доказал, что мы верим. Мы верим, мы поддерживали нашу сборную, мы поддерживали евро, мы поддерживали понимание евро. Сам чемпионат украинцы очень сильно поддерживали. Они радовались тому, что к нам приехал чемпионат Европы. Не надо говорить о том, что Украина, восток и запад, это разные понимания. Нет, это одно понимание. Не надо говорить о том, что украинцы это не единая нация, это единая нация, это монолитная нация. Да, пусть там говорят больше на украинском языке, если брать его.